Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачаева-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. В Крачаево-Черкесии по решению главы Республики Рашида Тимрезова усилены ограничительные меры по профилактике COVID-19. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан будет действовать в течение 10 лет на территории всех субъектов России. О новшестве говорили в Общественной Палате Республики. Обменяться своими научными материалами такой возможность дает креативным молодым людям форум экономистов и управленцев «Наука на высоте» в КЧГУ имени Умара Алиева. Эта книга поможет воспитать молодежь в духе патриотизма. В Хабезе состоялась презентация книги «Афганрос» заслуженного журналистка Крачаева-Черкесии Люсаны Шевхужевой. По решению главы Крачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в регионе усилены ограничительные меры по профилактике COVID-19 в целях снижения темпов распространения новой коронавирусной инфекции и стабилизации эпидемической ситуации в республике. Указом Рашида Тимрезова с сегодняшнего дня приостанавливается деятельность Организации общественного питания в ночное время с 22 часов до 6 утра, за исключением торговли дистанционным способом. Обслуживание на вынос продолжает действовать запрет на деятельность ресторанов, залов торжеств по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий. До особого распоряжения приостанавливается проведение спортивных, зрелищных, досуговых и культурных мероприятий, деятельность детских игровых комнат, театров, концертных залов. А для посещения Организации общественного питания, кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов или заселения в гостинице с 1 ноября потребуется сертификат о прививке, QR-код либо медицинский документ о перенесенном заболевании. ПЦР-тест, выданный не ранее, чем за три календарных дня до посещения соответствующего объекта. Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, в том числе старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями. Сегодня в Министерстве здравоохранения Республики рассказали об иммунизации населения против коронавируса и сезонного гриппа. Минздрав России разрешил совмещать прививки и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции. Их иммуногенность не снижается и применение одновременно возможно, учитывается показания и противопоказания. Перед выполнением прививки пациента осматривает доктор. От одновременной иммунизации нет побочных реакций. В Министерстве здравоохранения призывают серьезно отнестись к своему здоровью и своих близких, носить маски, не посещать места повышенного скопления людей, а почувствовав легкое недомогание, остаться дома. По состоянию на 27 октября 2021 года общее количество заболевших составило 27 176 человек. Выздоровевших 23 681 человек. 1006 человек на сегодняшний день получают лечение во временных инфекционных госпиталях. И остальные получают лечение амбулаторно. Что касается вакцинации на сегодняшнюю дату, то 123 321 человек привит первым компонентом и завершили вакцинацию 104 704 человека. Значит, таким образом мы выполнили 45,8 от плана вакцинации. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 27 176 человек. Из них 23 681 выздоровели, 1006 человек госпитализированы. Новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Данный эксперимент проводится на территории всех субъектов России и будет действовать в течение 10 лет. Представители государственных и бизнес-структуры республиканского парламента обсудили в общественной палате практику и опыт применения нового налогового режима. Ахмат Халкевичев подробнее. Платить налоги по специальной ставке как замозанятые могут не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели, производимая продукция которых не подпадает под обязательную маркировку. Специальный налоговый режим в ряде регионов, в числе которых и Карачаево-Черкезия, действует с сентября 2020 года и предполагает налоговую ставку в 4% для физлиц и 6% для юридических лиц. Не только людям, но и фирмам стало интереснее работать, так как действительно соцстрах и другие ряд налогов могли до 60% стоимости работ платить государству. Если 100 рублей сегодня выдавать людям, 60% это получалось по налогам легко, именно в строительной сфере. Я думаю, все отметят и рост числа самозанятых, он будет неуклонно расти. Наверное, точно так люди к патенту с недоверием относились. Но сегодня, когда можно с патентом чеки пробивать и не думать о налогах, это интересно. Для удобства граждан разработано мобильное приложение «Мой налог», которое можно установить в смартфоне или планшете. В приложении можно самостоятельно зарегистрироваться или сняться с налогового учета. Также в нем автоматически формируются чеки и сумма на уплату. Налогоподтельщик сам формирует. В случае оказания каких-либо услуг сам формирует чек. Эти чеки обрабатываются и налоговая служба отправляет уведомления до 12 числа следующего месяца. А налогоподтельщик до 25 числа должен оплатить. Он может что-то сделать в этом же приложении. В случае, если есть у него приложение, если он зарегистрирован через партнера в Сбербанк, может оплатить в Сбербанке. В течение этого года в Карачаево-Черкесии по новой системе зарегистрировалось около 4000 налогоплательщиков. Прежде всего, такой рост обусловлен тем, что созданы все условия для чистоты бизнес-среды. А еще выгодно не оставаться в тени, чтобы воспользоваться всеми мирами государственной поддержки. А их в последнее время стало больше, отметили участники совещания. Ахмат Халкесчев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночи минус 3,2 в горах до 8 градусов мороза, а днем 11-16 со знаком «плюс» и местами до плюс 10. В Черкесии без осадков ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночи минус 1, минус 3, а днем 13-15 градусов тепла. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Уникальная площадка для соприкосновения креативных идей молодых ученых из разных регионов страны. В КЧГУ имени Умара Алиева прошел форум молодых экономистов и управленцев наука на высоте. Данный проект является победителем конкурса молодежных проектов СКФУ среди физических лиц в 2021 году. На мероприятии обсудили насущные проблемы и нахождение оптимальных путей реализации наиболее прогрессивных тенденций развития экономики. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Данный форум – прекрасная возможность молодым экономистам обменяться своими научными материалами, отмечают организаторы. От имени ректора КЧГУ участников поприветствовал проректор по учебной работе Мурат Чанкаев. Он подчеркнул, что развитие любой науки зависит от молодых специалистов, которые смогут привнести что-то новое для развития экономики и управления современной России. Те шаги первые, которые вы здесь будете делать, вы уже сделали, дальше вам помогут и в карьере своей роста, и в жизни. Примером вам вот наш уважаемый президиум. Вы всегда помните о том, что иногда говорят там, а какая экономика в России, третья, четвертая, но если экономика такая, которая вам не нравится, почему везде висят объявления требуются на работу, требуются на работу, требуются на работу. То есть тот, кто хочет, он всегда найдет работу. На пленарном заседании форума «Доклады участников» были посвящены потенциалу развития и факторам торможения российской экономики. Представители поднимали темы, касаемо государственного регулирования рынка труда, а также влияние пандемии на экономику России. Несомненно, сейчас принято считать, что тяжелая экономическая ситуация связана с коронавирусом. Наверное, с этим можно и согласиться, но вместе с тем я хотел обратить ваше внимание, что еще в 2018 году группа ученых Семенного банка говорила о том, что в 2020 году прогнозируется кризисная ситуация в экономике. Они исходили, если вы помните, из экономической теории, кондратьевские волны. Это дальше у нас были волны Тетчина, Жугляра. Сегодня на базе этих теоретических исследований предполагалось, что к 2020 году в мировой экономике дозревает кризисная ситуация. В свою очередь, доцент кафедры налогов и налогообложения Чеченского государственного университета имени Ахмада Кадырова Диана Курзанова поприветствовала всех участников и пожелала плодотворной работы. Вопросы, поднимая на сегодняшний день, сегодняшняя конференция имеет важнейшее значение не только для развития науки общества Карачаева-Черкесии и всего Северо-Кавказского региона, но и для будущего всей нашей страны. Выражая искреннюю благодарность, организаторам конференции хочется особо подчеркнуть давные и тесные узы дружбы и сотрудничества, связывающие наши университеты. Это служит подтверждением и отражением добрых взаимоотношений наших народов. Студенты задавали свои вопросы выступавшим ученым, а также активно обсуждали вопросы, которые касались инструментов для развития экономики России. Форум проходил и в формате секционных заседаний, где студенты по своим направлениям выступали научными работами перед профессиональными экспертами. Алиханепшоков, Аслан Гирюгов, Вести, Карачаева, Черкесия. Афганистан. Слова очевидцев и участников боевых баталий, переданные через призму авторского пира заслуженного журналиста Карачаева-Черкесии Люсаны Шевхужевой. Свет вышла. Книга «Афган», над которой писательница работала более 15 лет. Фатима Даурова побывала на презентации. В фойе районного дома культуры собрались те, кто непосредственно принимал участие в афганской войне, и родственники тех, кто остался на каменистых холмах чужой страны. Старенькие родители, братья, сёстры, жёны. Автор книги за годы работы над изданием лично познакомилась с каждым из них. Побывала во всех домах, выслушала сотни историй, собирала информацию по крупицам. Именно по крупицам, потому что её практически не было в доступе. Мало кто из свидетелей боевых действий охотно рассказывает об ужасах войны. Поэтому каждое слово было на вес золота. Данная книга символизирует славу, память афганцев, восхищаясь мужеством наших ребят. Надеюсь, что эта книга поможет воспитать молодёжь в духе патриотизма. В издание вошли архивные документы, фотографии, воспоминания и очерки о войнах-интернационалистах-черкесах, которые были задействованы в военной кампании конца прошлого столетия. Автор рассказывает о тех, кто не понаслышке знает Афган. Реальные истории о людях, солдатах, кому не суждено было живыми вернуться на родину. Читатель может прочесть письма, которые они писали родным, узнать о беспримерных подвигах, которые они совершили во имя воинского долга. Лица молодых ребят из Карачаева-Черкесии, не вернувшихся из боя, мелькали на экране. А в сердцах их товарищей-солдат творилось невообразимое. Это наши друзья, это наши братья, это ребята, которые были рядом с нами. Выражу мысль всех наших ребят. Такую вещь, как война, это вычеркивать из жизни нельзя. Независимо от того, чем бы это ни оправдывалось, война, которая забирает в жизни молодых людей, в принципе, ничем не может быть оправдана. Сложно передать ту особую атмосферу, которая воцарилась в зале. Каждое слово выступающих было пропитано болью, как от живой раны, которая до сих пор не затянулась. Но между тем слова благодарности Люсане Шибзуховой за её труд звучали непрерывно. Реальный гигантский труд она проделала, очень большая умница. А ведь книга могла быть и неизданной. В связи с финансовыми вопросами, с которыми пришлось столкнуться автору. Если бы не своевременная помощь отзывчивых людей, рукопись так и осталось бы лежать на полке до лучших времён. Непосредственное участие в издании книги принял доктор экономических наук, профессор Мухаддин Искендаров. Эмоции, конечно же, переполняют меня, потому что сегодняшнее мероприятие – это итог моей 15-летней работы, 15-летнего труда над книгой. Поэтому это очень было и тяжело морально, и физически, можно сказать, собирать, покрупиться всю эту информацию. Но я рада, что у меня это получилось, что эта книга увидела свет. В Хабите стоит первый в России памятник афганцам, авторства заслуженного работника культуры Карачаева-Черкесии Хатези Кемрюгова. У его подножия солдаты возложили цветы невернувшимся домой братьям-заслуживцам. Годы идут, а память о них жива в сердцах. А теперь уже и на страницах книги «Афган». Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабес. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас две новые серии детективного фильма «Медиум». Приятного просмотра и ждите везде. Редактор субтитров А.Семкин